I have ways of blowing things off Здорово ребятушки, с вами Аладушки Продолжаем Колду, кот, колу в дути Всякое такое Так, это мы с вами уже видели, да? У нас все один пулемет, у них тысяча Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров Давайте тогда вернемся сразу на уровень Точки эвакуации, три часа Не стоит, у меня билет в один конец, брат Тогда желаю удачи А, ребят Загружается просто отвратительно долго Я не знаю, чем это может быть объяснено Впереди большая засветка Пещера должна быть где-то рядом Мы играем за мыло И цену Мыло и цена Лёлики болик Два балаболика Стоп, вражеский патруль Не стрелять Похоже, сведения Макарова верны А че не стрелять-то? Они расходятся Отлично, подождем Надеюсь, этот кот стоит цены, которая за него заплачена Впереди Альфы Путь по руслу свободен Прием Право Песчаная буря Почти ничего не видно Прием Зулу Двигаемся на восток вдоль каньона К северу от дороги Прием Первый убираем группу справа Прямо под нами Двое слева мои По моей команде Три Два Один Собакой покончено И минус пять врагов Ладно Теперь нам надо убрать другой отряд Пока эти не вернулись Собака Собака с подчиненными Ну то есть Явно же собака там была главная Быстро вперед За остальными У нас мало времени Они вот-вот найдут тела Кто их найдет Так сбросьте тела вниз И никто их не найдет Ну вперед Давай И Ф Кнопки разные Блин Ну зачем Кнопка действия Разные Ай ладно Поехали Ты поменял пушку Типа Ну ладно Противник над нами Пока не стрелять Ну это ж комп Который можно запомнить У вас нафиг Я не спорю Это была моя ошибка Наверное не надо было Того чувака гасить Фиг с ним Сейчас еще будет цена Говорить Так и сделаем Противник над нами Пока не стрелять Цена говорит налево Пойдем налево В нашу сторону Идет патруль Налево Быстро Ты ж вообще Беспалевный Да чувак Пропусти их Батчер 7 Я Оксид Мы потеряли контакт С Дисайплом 4 Вероятно Просто песчаная буря Глушит сигнал Конечно Отправьте людей Пусть проверят Оксид Прием Посылаю Винсена И Ламберта Батчер 7 Отбой Убери Гурящего охранника Или дождись Когда он отойдет Чао Поехали Вперед Цена Поехали Игра сохранена Супер Так Спокойно В этом коридоре Двое врагов Пока не стреляй Держись слева Дисайпл 5 Я Оксид Доложите обстановку Прием Сауп Вниз по лестнице Прямо по курсу Два противника С фонарями Беру на себя правого По моей команде Три Два Один Все чисто Прием Ну ты с такой задержкой Стреляешь, чувак Не знаю даже Ладно, сработал И сработают Скрипты Дисайпл 5 Не выходит на связь Проверьте, что там Прием Тот, что на лестнице Мой Дисайпл 5 Вас понял, Оксид Мы на мостике Движемся к котельной Ждем указаний Ладно, проехали Дисайпл 6 Стыгали Они запакованы В бронежилет Стреляемся Дисайпл 6 И пылимся в голову Иду вперед Он ранен Блин, ну на что С этой стороны Обошли Так, с ценой Ничего же не случится Я думаю Пацана Оксид Я аватар 1 На мостике Обнаружены посторонние лица Повторяю Посторонние лица На мостике Ты обеспечивай Прикрытие щитом А я позабочу Я позабочу Ну давай, давай Заботься Оксид Я держу Эпл 9 Контакт с противником Примерно в 50 метрах Отпозда Заходите в море Эти пахни Слишком предсказуем Уничтожить Всеми возможными средствами Все очистка Не пил потери Патчер 1.5 Срочно к посту Готовьтесь к доставке Голдыгла В зону эвакуации Голдыгла Мне можно оружку взять, нет? Мы опаздываем Нужно торопиться Блин, тут бочки Бочки взорвались Офига себе У меня тоже щит был Какого Какого Рожнана меня убивают У меня тоже щит был Блин Джаггернаут фига Контакт на Востоке Побежал, побежал Побежал Так попробуй Минус Я не с той оружки С которой я хочу быть Если что Давайте хотя бы петуха сюда Да, да Да ты тортилла фигово, блин Не силу потери Нет, скорпион не хочу Граната пошла Как скажешь Граната, так граната О, нормальная пушка Есть Граната пошла Ну давай Сохраним Так сохраним Вперед Цена Минус Минус Валим, валим, валим Ну, цена-то где? Граната Граната Бежим Граната Преугольная Группа Заужение Сприятие Ребята У нас потеря Перезвиживай Они, ты чё, бесконечные, что ли? Цена, ты идёшь или где? Приезжаюсь Там у тебя нафиг Цель на 12 часов Оксид Я Батчер 5 главный У нас тут шнур взрывного устройства Перерезали Чтобы наладить Нужно минут 10 Приём Времени не Препарат Приём Нормально Наверное Комп я заберу Время на исходе Чёрт Да, заткнись ты А ты, я думал, это ты этим занят Экскалибур Я Голд Игл Приказ открыть огонь Групповая цель Ромео Вблизи позиции дружественных войск Сэр, это всего в 100 метрах от вас Это не предложение, а приказ Вас понял Огонь по цели вблизи дружественных побед Да когда это Шепарда волновало Мы тут отрываемся по полной, я смотрю Ну так вперёд Сэр, идёт песчаная буря Подниматься в воздух рискованно Вас понял Отправляйтесь в мэрю Вольфм-то не отлично Слушаюсь, сэр Хороший Привет Не готовы их Роната бежим Он ранил Есть движение Смотри, куда стреляешь Быстро По цене попал Противник вне укрытия Шепард упомянул зодиакин Здесь должен быть выход к реке Пошли Нормально, успели, прошли Я такой На вертолет садится Я на секунду подвозят эти придурки Пришлось их поубивать Да Короче, первая загрузка игры Всегда отвратительно Долгая Не знаю почему При том, что SSD И все дела Я не знаю, как они это оптимизировали Говорят для записи Историю пишет победитель Это не твои слова Если мы проиграем Его правда станет истиной А нашу забудут Минуточку Всегда так Историю всегда пишет победитель Шепард станет героем Ведь чтобы изменить мир Нужна красивая ложь и море крови Он собирается совершить Самый большой обман В истории человечества Его правда станет истиной Если он выживет А мы умрем У американцев всегда так Что если хорошие парни Убьют всех плохих? Слоу Быстро на борт! Мыло! Быстро в лодку! Блин, управление очень резкое Очень дерганное Во мне еще и стрелять предлагается? Тут у меня целый капитан ЦАС на носу Вот Который по всем стреляет Вы мне предлагаете еще из Скорпиона палить? Опасайся от крыльных паспиона! Слоу! Там вертолет! Паневрируй! Да! Расскажи мне, что там вертолет прилет Еб... Шкин-код! Надо оторваться от них! А что ты предлагаешь? Мы вообще-то на лодке Ай, больно! Так, блин! Ха-ха-ха! Хо, хорошо! Надо оторваться от них! Что ты предлагаешь? Как оторваться от... Ну, а-а-а! Блин, вот такие вещи у меня начинают реально бесить Причем мы выезжаем на открытое пространство Что ты имеешь ввиду? Я-то маневрирую Да, хорош, хорош, блин! Почему ты по ним не стреляешь? Оленя, ты кусок! То же самое место, кстати То же самое место Я просто из-за своей руки еще и не вижу нифига Отойдем эту пташку, пока не начали стрелять! Надо оторваться от них! Да, ну, блин! Они по мне попадают! Твою за ногу! Твою за ногу! Там вертолет! Паневрение остановится! Надо оторваться! Давай налево! Направо! Да, блин, определись ты уже, наконец-то! Куда ты хочешь? Твою за ногу! Твою за ногу! Паневрируй! Впереди пороги! Держись! Налево или направо, оленя, кусок! Давай налево! Давай направо! Короче, рули куда-нибудь! Ты пострелял получше, чтобы мне не пришлось еще отстреливаться за тебя! Бесполезный кусок, блин! Спасибо! Аватар-1, доложите обстановку! Прием! Орхас-5-1 ждет указаний! Приволу ниже потечения, сэр! Вас понял! Орхас-5-1, внимание! Тревога! Понял, опускаю люк! Держите голд-игл на борту! Уходим отсюда! Держись! Печерная бульона 12! Держись! 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 Да что ты мне три раза держись-то орешь! А, из гарантомета? Ну давай! Держись! Ну ничего так... Не, на самом деле дурное задание, вот это сейчас было с лодкой. Полнейший, полнейший, дичайший рандом, ты при этом вообще ничего не можешь сделать! Ну, блин, не, такое мне не понравилось. Так, мыло очнулось, да? С ножом. Обыщите место крушения? А сфигали! Ну я его убить хочу! Короче, я ничего сделать не могу, я могу просто тупо ходить. Нормально, я никому ничего сделать не могу, я подцепист нафиг. Ну как я его убью, по-вашему? Блин, вот такие, знаете, я вам сказал, что в прошлом не нравятся, вот такие, как эти, мне не нравятся еще больше. При этом чувак из разбившейся вертушки чувствует себя... Я его не убил? Пять лет назад... Ха-ха-ха! Круто убили мыло! Тридцать тысяч человек, а этот дерьмовый мир просто наблюдал. Фух. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Блин. Я думал, мыло зарезали нафиг. Да лезь, блин, вперед, лезь! Я нажимаю, блин, просто как могу. Объясните мне, почему, чувак, из разбитой вертушки чувствует себя лучше, чем два спецназовца после приземления в водопад? Не, я понимаю, что приземление в водопад это дофига больно, опасно. Но он в вертолете взорвался и упал, блин. Какого фига он в таком состоянии? Расскажите мне, пожалуйста. Я уже не буду спрашивать, почему штабной генерал может навалять армейскому спецназовцу? Ну, это так тоже, на секундочку. Да ну тяну нафиг, тяну я... Эф, это... Это... Это клацать, это зажимать, скажите... Вот, вроде как клацать написано. Та скорее ты давай уже, у меня уже палец, блин, нанемел. Это всё... Бросай. Главное сил на то, что бросить, у тебя осталось, да? М-м-м... Мыльцо. Вы же не хотите мне сказать, что это был финальный босс? Ну, происходи что-нибудь. М-м... Пофиг. Что? Почему картинка такая? Ну, блин, да, мы поняли. Окей. Да отъехало мыло уже, всё. Всё. Пока держится. Всё, вставай. Я говорил, у нас билет в один конец. Знаю. Ведь нас будут искать. Что вас нафиг искать? Давай. Надо помочь. Да, есть это одно местечко. Всё? Серьёзно, это был финальный босс? Это конец игры? Хо-хо-хо. Значит, да, ребят, я ошибался. Нам тут на AC-130 не дадут покататься. Так же, как... Ну, мои флэшбэки говорили мне про Чернобыль и AC-130. Видимо, это из первой части. Вторая оказалась... Ну, немножечко другой вещью. Не то, что я помню. Ну, короче, я же говорю, что во все эти игры я играл очень давно. О, да, можно эпичную музыку прервать. Я не знаю, кстати, будет ли сцена после титров. Давайте посмотрим. Вот так всё. Вот, что я могу сказать про игрушку. Графони, может, и подтянули, реально. Потому что, ну, знаете, это нужно сидеть и сравнивать. То есть, те игры, в которые мы играли раньше... Блин, это... Погодите минутку. Музыка просто под конец очень сильно орёт. Я пошёл, убавил музыку. Те игры, в которые мы играли раньше, они для нас в нашей памяти остаются... Мы не думаем про то, что в них была плохая графика или что-то такое. Мы играли и наслаждались. И сейчас, когда нам говорят, вот, в старых играх была плохая графика, на самом деле, наверное, многие из нас этого просто не помнят. Потому что в нашей памяти всё осталось совершенно по-другому. И если в наше время, сейчас, запустить какую-то старую игру, мы начинаем осознавать, что да, там, наверное, всё было квадратненько и кривенько и всякое такое. Но вот так вот напрямую сейчас сказать, вот, смотрите, вышло переиздание, и тут красивая графика, но мозг говорит, да ладно, и там графон был на самом деле хорош. Что более важно? Более важно, что в сюжете абсолютно ничего не тронули. И, к сожалению, к сожалению, к сожалению, тут просто ляп на ляпе, тупость на тупости. И я понимаю, кто-то сейчас скажет, что это шутаны, тут необязательный сюжет. Нет, ребят, кроме стрелковой составляющей, в игре должна быть и история. История здесь абсолютно отвратительная, полнейшая всяких бредятины, всякого нелепого говна, которое происходит. Сюжет просто вообще нулячий, и вот, к сожалению, с этой стороны ничего не изменилось. Во-вторых, оптимизация. Оптимизация тоже просто чудовищная. Я понимаю, что графония налепили, но его можно было налепить таким образом, чтобы это все еще и работало. А игра делает чудовищно огромные длинные загрузки, при том, что SSD, при том, что, ну, всего хватает. У меня вот рядом находятся все мои данные. Я вижу, на сколько процентов работает процессор, на сколько процентов работает оперативка, все дела. Ни разу комп не был загружен полностью. Но при этом загрузки всегда чудовищно длинные, прогрузки, где-то микробаги, лаги были. Мне это на самом деле не понравилось. По сути, что сказать? Обычный старый шутанчик. Ничего, ничего. Я не вижу, что было бы такого. То, что подкрутили графон, из-за этого стоит его покупать? Из-за этого стоит в него играть? Да нет, конечно. Вот. В игре вообще ничего не поменялось. Вообще ничего. Просто кроме красивых лиц, которые тебе чуть-чуть дорисовали. И то, ну блин, понимаете, девятый год, это не 2002 год. В 2002 году можно было сказать, что какие-то квадратные текстурки, и в это невозможно играть. В 2009 году делали, рисовали уже довольно-таки красивые игрушки. И я просто не вижу смысла этого ремастера. Именно как геймплейной части. Скорее всего, я так полагаю, что этот ремастер делали исключительно для того, чтобы на его основе сделать батл-рояль, который, собственно, они сделали, который сейчас очень популярен. Не знаю, я попробовал, я сыграл несколько каток, несколько каток у него. Мне на самом деле не очень зашло. По одной из причин. Потому что физика стрельбы здесь не очень хорошая. Это мое личное предпочтение. Тут ни в коем случае не критика. Тут каждый человек выбирает для себя, и мне здесь физика стрельбы не очень сильно понравилась. Вот, поэтому, пожалуй, я это оставлю. Вот, как итоговая оценка, игра в свое время была неплохая. Несмотря на все эти тупняки, несмотря на все это говно, что здесь творится, на все, что я здесь ругался и всякое такое, для своего времени было, в принципе, неплохо. А этот ремастер, ремастер абсолютно бесполезный и ненужный. Поэтому, нет, ребят, я не рекомендую. Рекомендую. Тем более, к покупке точно не рекомендую. Я понимаю, что прошло уже достаточно времени, с того времени, как он вышел. И кто хотел, уже купил. Кто не хотел, тот и не купит. Но вот, да, ребят, к покупке я абсолютно не рекомендую. Тут нечего, нечего просто покупать. Вы покупаете за половину цены нормальной игры, вы покупаете просто улучшенную картинку. Вот, есть гораздо больше хороших прикольных шутанов, с хорошим сценарием, с хорошей графикой, с хорошей физикой оружия. Так что, на самом деле, заканчиваем мы эту игру с отрицательной оценкой, я бы сказал. Да, не буду сильно разглагольствовать, давайте, не буду, сказал, разговариваю уже 6 минут. Ну ладно, там все это было сделано в виде музея. Давайте еще посмотрим, может какие-то будут сцены после титров. И на этом, если что, и разойдемся. Да, в общем, получается у нас такая штука. Получили доступ к музею, к модификаторам, смотрите экспонаты галереи, да-да-да, да-да-да. Тоже можно включать главный меню или меню паузы. Вот у нас, кстати, модификатор, я сюда вообще ни разу не заглядывал. Прикольные. Ананасовые головы, да? То есть, стрельба по ананасам, это то, что вы мне предлагаете. Музей, не, в музее мы только что были. В музее настолько что титры водили, да? Вечер с Infinity Ward. А, и мод ананасовые головы сразу включен. Ананасовые головы. Да, вот оно, серьезное отношение к игре. На самом деле... Но почему здесь я его убить не могу? Вот этих могу убить, а вот этого не могу. Вот это вот нечестно на самом деле. Вот этого могу. Потому что все это враги, да? Вот этого вот не могу. А, могу! С расстояния все-таки могу. Впритык мне не дают в него целиться? Прикольно. А с расстояния... Могу. Вот, и причем у всех головы-то были ананасовые. А у этого... Блин, его коленкой закрыло. У него голова осталась нормальная. Собака с ананасовой головой? Собака с ананасовой головой. Теперь я видел все. Это вообще как? Это законно? Собака с ананасовой головой, блин. Видите, у этих персонажей у них головы остаются. Хоть они и ананасовые, но у них головы остаются. Вот у этого... Хотя не у этого тоже осталось, ладно. Этого я не могу убить. Только вот так вот с расстояния могу. Прикольно. А, тут еще есть арсенал, из чего это все можно расфигарить. Прайса могу убить? Могу! Капитан Цена разлетелся в клочья. И Шепард тоже. Так. Вот это веселуха на самом деле. Сейчас вот я всех замочу. Нельзя, нельзя. Все можно. Все можно. Да, ребят, ладно. На вот такой вот ноте мы, наверное, сегодняшнюю серию-то и закончим. И, в принципе, игрушка на этом у нас тоже заканчивается. Выводы я вам уже сказал. Так что все, ребятки. На этом все. Увидимся в других играх, в других проектах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok